Путин будет убивать, Путин будет убивать дальше, будет убивать Карамурзу, будет убивать Яшина, будет убивать нас за границей, будет кафесковывать имущество, возьмет Киев, пойдет на Польшу, на страны Балтии. Проблема в том, что пока мы здесь, вот я Оля и вот Ира, мы сидим и стараемся его остановить и стараемся рассказать миру, что это страшно на самом деле. Что он не остановится. Поэтому очень много зависит от нас. И мы с вами в состоянии объяснить людям, которые нас слышат, которые нас не слышат, найти, поймать и объяснить. Объяснить Байдену, объяснить Бундестагу, объяснить полякам, объяснить странам Балтии, которых, на самом деле, без нас знают прекрасно. Что есть абсолютно понятные пути, как избежать этих смертей. Прежде всего, что нужно делать? Победить Путина. Как победить Путина? Ну, слушайте, ну, это просто победить Путина. Нужно, чтобы победила Украина. То есть, всеми силами помогать Украине. Это главное, что можно сделать для того, чтобы победить Путина. Вот просто каждый из нас, да, каждый из нас. Хорошо. Байден не Байден, Трамп не Трамп. Хорошо, вот сегодня Бундестаг проголосовал против увеличения помощи Украины. Но мы-то с вами можем, да, вот двором скинуться, купить лишний «Мавик». Можем? Можем. Мы так и делаем. Сделаем, конечно, сделаем, да. Можем купить лишний тепловизор. Ну, не бывает лишних тепловизоров. Значит, вот пойти и купить тепловизор не бывает лишним. И каждый что-то может сделать. Что еще? Рассказывайте всем, да, что нужны конкретные все-таки еще и еще и еще санкции. Куча, куча русских людей, которые имеют непосредственное отношение к военно-промышленному комплексу, к войне. Они не под санкциями и прекрасно себя чувствуют в Марбельях, в Америках, где только они, да, в Калифорнии. Но в основном, конечно, там тусуются на Лазорном побережье различные бывшие КГБшники, которых не бывает бывших, бывшие сенаторы. Прекрасно себя чувствуют. Не знаю, вот пресс-секретарь, пресс-секретарь, где их клема ставить негде, Наталья Тимакова. Пожалуйста, вид на жительстве, на жительстве, пожалуйста, в Юрмале, на всех она мировых премьерах в Европе, пожалуйста, на первом ряду в бальном платье. Она предложила непосредственно усилия к тому, чтобы была война. Она в этом тоже виновата. Непосредственно виновата. Чубайс, простите, пожалуйста, очень много народу совершенно спокойно нам в лицо хохочет, да, просто хохочет в лицо, что мы тут скидываемся по 50 евро на Мавике. А они прекрасно войну развязали, на войне же сейчас поднимаются и живут, в общем, среди нас в Европах. Ну, как среди нас? Ну, до нас не опускаются, конечно. Конечно, нужны санкции. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!